Арктика – национальный мегапроект, кадровое обеспечение и научное сопровождение. Масштабный форум, проходящий в стенах Северного Арктического Федерального Университета, собрал представителей власти, бизнеса, а также ведущих экспертов и представителей научного сообщества. В пленарном заседании на открытии форума приняли участие заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков, первый заместитель генерального директора по социальному развитию корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалеева, заместитель председателя правительства Архангельской области, министра экономического развития, промышленности и науки Виктор Иконников и ректор САПУ Елена Кудряшова. Вместе с Росконгрессом, правительством Архангельской области и индустриальными партнерами мы проводим это масштабное мероприятие в рамках председательства России в Арктическом Совете, которое наша страна приняла в марте 2021 года. Напомню, что мы, как великая арктическая держава, составляем треть международной Арктики и на этих арктических территориях проживает 2,5 миллиона человек. Это больше, чем у всех остальных арктических стран вместе взятых. И в качестве председателя наша страна продвигает программу сбалансированного устойчивого развития региона в его социальном, экономическом и природно-охранном измерениях. Арктика для нашей страны была всегда важнейшим регионом, а в настоящее время эта ситуация актуализируется в разы. И уже принята и реализуется стратегия развития арктической зоны до 2035 года, в которой определены основные цели и задачи развития нашего региона. И они связаны с повышением качества жизни людей, проживающих в Арктике, ростом экономики, развитием Северного морского пути. А инструментом в реализации всех крупных проектов является кадровое обеспечение в арктической зоне. В планах к 2035 году создать 180 тысяч рабочих мест. Сегодня таких предприятий уже реализовано десятки и подписано обязывающее соглашение о создании 26 тысяч рабочих мест. И многие из этих рабочих мест высокотехнологичны и требуют особых компетенций, уникальных навыков, квалификаций, которые применимы в Арктике. Это и инженерные специальности, это и рабочие специальности. Подготовка специалистов, способных работать в суровых климатических условиях, освоение новых компетенций профессий и внедрение цифровых технологий для реализации арктических проектов – основные вопросы, которые поднимались на пленарном заседании. Был организован и онлайн формат выступлений. О важности работы научно-образовательного центра мирового уровня «Российская Арктика» новые материалы, технологии и методы исследования говорил заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Андрей Амельчук. 15 минут, 4 минут занимаются в том числе проблемами арктики. Мне кажется, это важно с точки зрения развития региона. При этом мы сегодня этим вопросом даем достаточно большое внимание. И вот буквально на завтра мы вместе с Версаком и подключением к сотруднику будем обсуждать вопросы финансирования, цивилизации арктической науки. Также Российская Арктика, являющаяся самой населенной и урбанизированной арктической зоной в мире, представляет широкие возможности для развития бизнеса. А уникальной площадкой для реализации бизнес-проектов обучения новейшим цифровым технологиям стал инновационный IT-парк «Цифровая Арктика-Сафу». Здесь будут реализовываться образовательные научно-технологические проекты по машинному обучению, искусственному интеллекту, промышленному дизайну и 3D-моделированию, технологиям беспроводной связи и облачных вычислений. Все специальности, которые, допустим, обучаются в Сафу, они будут обучать и основу программирования, и основу языков различного уровня. То есть они будут получать даже, я бы сказал, не базовую, а даже приличный уровень цифровой грамотности, что позволит им более уверенности чувствовать в этом непростом мире. У нас здесь запланированы и курсы повышения квалификации, различные программы для детей различного возраста, собственно говоря, чуть ли не у детского сада, до людей поколений серебряного возраста. У нас здесь и оборудование для 3D-печати, и различная их настройка, и реализация как самих роботов, так и датчиков, и манипуляторов, с которыми они работают. То есть от ориентации пространства до выполнения конкретных задач. Допустим, наш Северодвинский филиал разрабатывает робота, который хорошо перемещается под водой и выполняет различные функции. В то же время мы получаем информацию от правительства области о том, что, допустим, Архангельский водорословый комбинат давно ищет такое решение, которое позволит им более функционально выполнять задачи, которые они перед собой ставят. И, собственно говоря, наша задача – помочь заказчику и потребителю себя найти и найти друг друга. В новом цифровом пространстве IT-парка была представлена выставка-презентация бизнес-проектов, которую смогли посетить все участники и гости форума, в том числе глава региона Александр Цибульский и заместитель председателя правительства Архангельской области, министр экономического развития, промышленности и науки Виктор Иконников. Ни один сигнал услышал от наших региональных предприятий, что на площадке парка стоит организовать, и вот здесь, наверное, мы совместно с университетом это сделаем, такие, может, тематические какие-то сессии, семинары, конференции. Например, ЦБП мы видели сегодня, как процесс автоматизированной слезо-бумажной промышленности. Мы договорились о том, что мы собираем слезо-бумажников, притом не только в Зархангельской области, собираем разработчиков. И на одной площадке, собственно говоря, создаем площадку для того, чтобы они новые решения предлагали, значит, бизнес, какие у них есть узкие места, которые можно с помощью цифр решить, поэтому такая хорошая площадка для коммуникации айтишников и бизнеса появляется. Первые шаги в партнерстве между бизнесом, наукой и властью уже сделаны. Фотоловушки, инновационные медицинские приборы, система ГЛОНАСС – это лишь малая часть бизнес-проектов, которые представили на своих площадках известные российские компании. Мы 15 лет производим электронику в Архангельске, непосредственно сейчас представляем фотоловушку-кубик. Ее можно использовать для контроля инфраструктуры, то есть как на предприятии, так и в бытовом плане, дачу, дом. Она производит снимок, если есть движение перед сенсором, и отправляет снимок на электронную почту, Яндекс.Диск, либо ФТП-сервер. Наша система на базе искусственного интеллекта позволяет анализировать, видеть все, что на видео заснято, причем на любом видео. Ну, например, сейчас покажу. Мы взяли вот этот мобильный телефон и просто пешком прошлись от университета до IT-парка. Соответственно, зафиксировалось все, что попало в мобильный телефон, и там, где были какие-то нарушения, которые система думает, что это нарушение, они отображаются на карте. Ну, например, вот здесь вот была замечена трещина на дороге. Причем самое интересное, что в этой системе может быть, о том, что по факту ограничение только может быть в районе фантазии. Потому что все, что видно человеческим глазом, все может считать, все может анализировать. Вот этот аппарат, просто его сюда втыкаю, это может быть либо домашняя мини-лаборатория, либо может быть для ФАПов. Мы сейчас вместе с Минздравом это делаем, в том числе и для прикроватной диагностики. Идея в следующем. Не везде и всегда можно взять, доставить, посмотреть. Ну, ведь нужно контролировать анализы. Ну, нужно же контролировать вот это полоски под... Причем это все российское производство. Реализация идеи заключается в том, что огромное количество персональных датчиков, которые все имеют регистрационное удостоверение медицинского изделия, анализируют и контролируют прием лекарственных средств. И характеристики, и параметры здоровья человека. И это все анализируется с помощью искусственного интеллекта для того, чтобы предсказывать и контролировать качество приема лекарственных средств, параметров здоровья и мгновенно извещать об этом медицинские центры и докторов, чтобы они провели соответствующие действия. IT-парк создан САФУ и правительством Архангельской области в рамках программы развития университета. Основная цель Digital Arctic – создание арктической межрегиональной IT-экосистемы для формирования цифровых компетенций населения, подготовки кадров и реализации технологических проектов цифровой экономики. Я уверен, что все приезжающие в этот замечательный город будут впечатлены о том, где располагается это будущее мека высоких технологий. И выставка показывает, что высокие технологии здесь будут развиваться, и в том числе и все направление развития Арктики требует развития как IT, так и технологий в области переработки полезных ископаемых, так и в области логистики. Сегодня реализуется в арктической зоне Российской Федерации более 300 проектов. На общий объем частных инвестиций более триллиона рублей. И все эти инвестиции, безусловно, должны быть в том числе направлены на развитие локальных технологий, чтобы заменить то, что сегодня стало для нас недоступно. Но я уверен, что в том числе и в Аркангельске все эти технологии будут заменены на российские. И в том числе и в Аркангельске студенты университета приложат к этому максимуму усилий. Еще одним важным моментом в рамках первого дня форума «Арктика. Национальный мегапроект. Кадровое обеспечение и научное сопровождение» стало подписание нескольких соглашений. О вхождении САФУ в консорцию индивидуальных траекторий, соглашение о сотрудничестве Федерального университета с компанией «СОФЛАЙМ», подписание соглашения о сотрудничестве с Национальным исследовательским Томским госуниверситетом и меморандума о взаимопонимании и планах сотрудничества между САФУ и Ферганским областным национальным центром обучения педагогов «Новым методикам» Республика Узбекистан. Также IT-парк стал площадкой для проведения тематических секций и круглых столов, посвященных различным аспектам освоения Арктики и развития цифровых технологий на Крайнем Севере. Участники обсуждали вопросы информационной безопасности в цифровой экономике, мониторинга рынка труда, а также трансформации городского пространства и робототехники. Но ключевой темой остается подготовка кадров для арктического региона. Проект «Цифровая Арктика» или «Диджитал Арктика» – это базовый проект новой программы развития Северного Арктического Федерального Университета имени Михаила Васильевича Ломоносова, которая была утверждена председателем правительства 22 мая 2021 года, а разрабатывалась эта программа совместно с Минвостокразвития Арктики, КРДВ, Миноборнауки, правительством Архангельского области в рамках реализации стратегии развития арктической зоны Российской Федерации 2035. И что для меня сегодня важно, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, наша страна, как арктическая держава, выполняет все свои международные обязательства. Взяв председательство в Арктическом Совете в мае прошлого года и утвердив план мероприятий, реализации своего председательства, мы эти обязательства выполняем. И сегодняшняя конференция под названием «Арктика. Национальный мегапроект. Кадровое обеспечение и научное сопровождение» и презентация проекта «Айти-парка» Это, в общем, я думаю, демонстрация нашей мудрости, нашей силы и нашего большого желания развивать российскую Арктику. Елена Вишнякова, Сергей Земских, Анжелика Долинина, Медиа-центр САФУ, Арктический мост.